Это был очень сложный процесс. Для нас первоочередным было прекращение агрессии. Действия Азербайджана подкреплялись открытой поддержкой Турции, а также вовлечением международных террористических группировок. Наши соотечественники в Нагорном Карабахе сражались в довольно специфических условиях в ситуации, когда кроме Азербайджана были вовлечены такие мощные силы. «Ситуация в регионе остается довольно хрупкой. Нам необходимо достичь прекращения огня, так как это стало довольно серьезным вызовом не только для региона, но и для Нагорного Карабаха, в частности. И говорить о каком-нибудь развитии без разрешения этой ситуации, конечно, будет невозможно. В ходе довольно долгих переговоров мы установили, что нам необходимо прекратить огонь, эти зверства, эту войну. Также нужно переутвердить тот факт, что минская группа ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом переговоров и мирных процессов. И никакая другая сила, в частности Турция, в этом контексте никакой роль иметь не может. Вы знаете, что важную роль играет сопредседательство. Знаете, что с первого дня важную роль играли также страны-сопредседатели, президенты стран-сопредседателей. В этом смысле велика роль президента Франции, заявления США на уровне президента и госсекретаря. Я хочу также особенно подчеркнуть роль, которую на себя взяла Российская Федерация и президент России, который лично был вовлечен в процесс, впрочем, как и другие стороны. Мы сегодня собрались, чтобы достичь практических и осязаемых результатов по итогам диалогов между президентом России, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана по отдельности. Я надеюсь, что мы сможем завтра после 12 справиться с этой ситуацией, которая угрожает безопасности наших соотечественников. Особое значение для нас имеет признание их права на самоопределение и реализация этого права. И в результате они достигнут своей цели – жить свободно в свободной стране и самим вершить свою судьбу, стать единицей, признанной всеми как республика. Относительно вопроса корреспондента вестей, сколько продлится режим прекращения огня, глава МИД Армении Зогра Панацаканян отметил. Как вы понимаете, переговорный процесс был тяжелым, продлился около 10 часов. В сотрудничестве с Красным Крестом нужно будет осуществить некоторое действие для разрешения гуманитарных вопросов. Следующий вопрос, который исходит из нашего соглашения – это утверждение прекращения огня и соответствующих механизмов исключения возобновления огня. В этом вопросе, повторюсь, у Российской Федерации и сопредседательствующих стран есть важные функции. Как вы уже услышали, в нашем заявлении есть шаги, вытекающие друг из друга и предполагающие стабилизацию ситуации, восстановление стабильности в регионе, обеспечение безопасности наших соотечественников в Арцахе и продолжение мирных процессов, что является для нас приоритетом.